всем привет дорогие друзья и гости канала продолжаем с вами серию обучающих видео под названием создаем мод с нуля для fs15 как вы помните моделируем мы с вами самый простой примитивный самодельный трактор так скажем но на примере моего моделирования и настройки вы мне кажется сможете смоделировать вообще все что вам душе угодно там любую модель ну любой там приватный мод или не приватный мод в общем сами все сможете сделать так возвращаемся вот помните мы смоделировали такой вот объект это у нас рама капот с двигателем ну и сидение так мы давайте продолжим так что же мы будем моделировать сегодня моделировать сегодня нам я так предполагаю надо сделать прицепное устройство куда мы будем прицеплять прицеп да ну давайте сделаем опять же бивол так тут 0 тут допустим минус 10 так и теперь нам нужно вот это все сдвинуть то что это так как-то широко да так вот сдвигаем так смотрим у нас тут давайте сделаем 30 миллиметров да вот так вот и вот эту сделаем минус 30 миллиметров вот получился у нас вот такой вот полигон из которого мы сделаем сейчас сцепное устройство так нажимаем значит x тут давайте 10 сантиметров выдавим мне 10 намного 8 это будет наверно или даже 6 пока будем делать трактор без навески на навеску потом тоже как-нибудь прикинем в следующих сериях так ну давайте сделаем 10 такой вот сантиметровый нас металл будет толстый да так так экструд опять же экструд так но здесь 10 наверно будет много уже хотя ну пускай будет так будет крепкое такое седло так скажем под прицепное устройство и тут выдавливаем допустим пускай даже 100 миллиметров да да не давайте не 100 давайте 60 миллиметров выдавливаем оп вот и вот такого у нас получается видите прицепное устройство все достаточно просто ничего в этом сложного нету так ну давайте мы знаете как сделаем так как нам сделать оставить дырку или сделать уже давайте наверно не буду оставлять тут дырок никаких выделяю я вот эти полигоны да и делаю допустим биво мне надо сделать здесь уже готовый палец который будет здесь стоять не будет выниматься просто будет постоянно здесь стоять так минус 50 много эти минус 20 вот идеально да так далее что мы делаем это много также давайте 20 вот что у нас получилось да так здесь мы проворачиваем такую же штуку как мы делали с рамой я не знаю правда зачем я все вам это рассказываю потому что каждый будет моделить именно свою модель все это будет перематывать ну просто я вот рассказываю именно как я это делаю так так готово готово и готово вот что у нас получилось так же удаляем на клавишу бэкспейс не на делит так так бэкспейс так же хотелось рассказать вот видите допустим у нас камера смещена да но там ее можно конечно передвинуть ό 것ом диапазон spinal электробно там допустим можно именно вот этот полигон чтобы был в центре как это сделать нажимаете z все этот полигон в центр просто если как допустим уже там где-то вот допустим вот так вот я выделял полигон да у меня камеры не вокруг него вит momencie вращается нажимаете z и камера вращается вокруг него просто это такой коротенькая маленькая обучалка так опять же все я делаю все удалил до удаляем теперь точки ну лишнее, вот смотрите, чтобы мне там повернуть правильно, я опять же нажимаю Z, перебегаю видите сюда, удаляю эту точку, удаляю вот эту точку, так вот что у меня получилось, что же мы делаем теперь, теперь мы берем, выделяем вот эти все ребра, которые у нас получились, наш палец не может быть квадратный, нам нужно сделать его приблизительно круглым, да, и вот тоже можно сгладить, но если мы его будем сглаживать, то это блин, ну реально у нас большое количество полигонов сожрет игру, игра будет лагать, поэтому я вам покажу более простой такой способ, нажимаем чамфер, ну тут видите, одного миллиметра конечно мало, так и 10 мне кажется уже будет много, да, ну допустим 5 миллиметров, да, или 6, там же 60 миллиметров, да, ну эти 6 тогда, оп, как видите уже получается такой вот шестиугольник, да, правильный, так, и делаем еще раз чамфер, только делаем допустим 2 миллиметра, оп, как видите уже практически круглая, вот так я ее и оставлю, все в принципе палец практически готов, единственное что можно сделать, ну допустим если он засовывается сверху, да, то можно сделать вот так вот, допустим вот тут вот уширение, ну как бы чтобы он правильно лежал, так, 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 бивал, только 20, нет не бивал, я нажал неправильно, надо нажать Extrude, только вот здесь, вот видите, он как сдвинулся, да, это все из-за того, что тут выбрано, надо выбрать, видите, группа, нажимаем локально и все у нас получается, если выбрать именно по полигону, то видите, что получится, можно и так в принципе оставить, типа палец самодельный, да, из какой-нибудь шестеренки сделан, но я сделаю вот так вот локально, вот, и того, у нас получился вот такой вот палец, засунутый сверху, так, ну а здесь можно заградить какую-нибудь ручку, допустим, да, нажимаем Extrude, даже не так, давайте сделаем Bevel, минус 10, не минус 10, минус 5, так, ну давайте сделаем вот так вот 5, допустим, да, что просто продемонстрирую вам возможности 3D Max, вот как-то так, да, дальше мы делаем Extrude, допустим, не 10, да, давайте 10, потом я выбираю, видите, у нас параметр идет именно перемещение, выбираю параметр поворот, нажимаю опять Extrude и не нажимаю пока галочку, просто вот так вот поворачиваю, да, вот так вот, оп, опять же нажимаю Extrude, поворачиваю, опять же нажимаю Extrude и делаем вот такой вот, типа палец, ну тут можно уже сделать Extrude 100, ну как бы 10 сантиметров, не, наверное, много, да, что-то я перегнул палку, ну мы можем в любой момент вот так вот все взять и подвинуть, ну вот какой-то такой вот у нас получился палец, допустим, да, вот вот так вот это выглядит, ну по-моему ничего, да, можем будет цеплять прицепы возить, так, и надо теперь вот эти вот ребра тоже скруглить, потому что ну как-то это некрасиво, да, нажимаем Chamfer, 20, я думаю будет нормально, вообще прям, кстати, как в аптеке, можно даже оставить именно вот так вот, так, потом я сделаю спереди такую же штуку обязательно, но сейчас мы приступим к изготовлению, так скажем, скорее всего, педалей, да, и рычагов, для этого нам необходимо разделить, допустим, вот эту часть, у нас будет, сейчас не ту я выбрал, ну как-то вот так вот, допустим, выберем, да, так, нам нужно разделить на три педали, допустим, ну и пускай там два рычага или три рычага, да, нажимаем опять Connect, так, оставить так, или сделать, ну давайте, да, вот оставим вот так, да, теперь выбираем по краям полосы, так, и также делаем Connect, но только теперь мы делаем вот так вот, даже не два, а один, вот так вот, так, вот здесь у нас будет рычаг КПП, да, между ног водителя, как сделать рычаг КПП, все достаточно просто, минус 50, наверное, будет много или не, нормально, да, хотя не, наверное, много, мы же, я просто делаю на глаз, но если делаете по чертежам, делаете все размер в размер, как в чертежах, ну пускай даже вот так будет, нет, 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 тут пускай будет 0, пускай будет тут 0, вот так вот, окей, так, можно посмотреть, так, что же у нас тут, 347, 438, ну в общем, не очень камильфо получилось, так, здесь у нас, ну давайте вот так сделаем, нам нужно сделать квадрат, 60, 60, да, 60, да, так, вот здесь вот, что у нас тут, 300, давайте сделаем 340, вот так вот, 340, отодвину назад, и здесь сделаем не 438, а 400, как раз у нас получится, так, 340, 440, а, что-то не получилось, а, получается 440, наверное, все правильно, вот так вот, оп, квадрат, все, не, не квадрат, так, подождите, если у нас тут 60, это 120, все правильно, если там 300, тогда тут 460, ребят, все правильно, вот так вот, 460, вот у нас получился квадрат, все, видите, квадрат, это будет у нас рычаг КПП, так же, как из него сделать рычаг КПП, допустим, выдавливаем, ну пускай так же минус 30, и в высоту, допустим, 30, да, не 300, а 30, не мало, давайте там сделаем, пускай будет 50, вот как-то так, да, так, бивал, опять же, только 0, и 10, не 10, не пойдет, давайте, 20, вот, и это будет у нас рычаг, тут, кстати, можно тоже сгладить, чтобы не было вот такой вот некрасивой вещи, да, как-то вот так сделать, о, красиво, красиво, по-моему, так, выбираем этот полигон, вот, кстати, мышкой можно покрутить, а можно вот так крутить, так, ну и теперь выдавливаем именно рычаг, рычаг, пускай будет у нас, если я сделаю 20, не, 20, мало, а 30, наверное, уже будет много, да, не, вот, кстати, 30, нормально, давайте оставляем рычаг КПП, 30, так, что же делаем дальше, нам нужно все это дело скруглить, да, то есть, вот это мы скругляем отдельно, вот так вот я беру, чамфер, так, тут мы, не, не то я нажал, я нажал биво, да, нужен чамфер, или нет, или все правильно, а, все правильно, 2 мм, 6 мм, вот, видите, опять получилось у нас прям идеально, 6 мм, еще раз чамфер делаем 2 мм, оп, все, получилось круглая такая вот бандура на шручаг, так, вот здесь, все это дело тоже можно скруглить, можно еще вот этот скруглить, ну, давайте вот так скруглим, вот так вот, оп, оп, не знаю, правда, получится, нет, потому что там, видите, уже очень большое количество полигонов именно внутри, ну, давайте попробуем, 20 мм, оп, ну, как бы скруглилось, но, видите, вот эти точки сюда вылезли, этого не должно быть, поэтому это некрасиво, давайте сделаем сейчас по-другому немножко, оставляем вот так 2 мм, ну, и тут, как бы, можно немножко поиграть, именно, знаете, чем, вот так вот подвигать, допустим, вот сюда сдвинуть, и это потом туда сдвинуть, не знаю, что у нас сейчас из этого получится, сейчас посмотрим, да, вот так вот сдвигаем, а можно, видите, у нас там сейчас, наверное, все равно они останутся, как, сейчас посмотрим, да, ну, эту точку мы потом передвинем, просто сейчас попробуем так сделать, потом вот так сдвигаем, все это можно, как бы, вообще размер в размер делать, там правильно передвигать, я-то сейчас, наверное, скорее всего, неправильно передвигаю, ну, то есть, не симметрично, ну, как бы, не, не критично, это обучающая такая серия роликов, так, так, ну, как-то так, да, у нас, видите, опять же, вышли сюда точки, как избавиться от этого, берете эту точку и переносите ее просто вот сюда, и там же еще есть одна, так же переносите ее вот сюда, вот так должно получиться, так, переносите, если оставите, как было, будет некрасиво, именно надо переносить ее, опять же, переносите, просто звучат в таких ситуациях, можно попасть вот именно в такие ситуации, если очень много скруглять, так, все, как видите, у нас все получилось, камильфо теперь, так, вот такой вот у нас рычаг передач, как же сделать на балдашник, все очень просто, нажимаете Bevel, допустим, ну, сколько, допустим, поднимаете, допустим, 10, да, а тут делаете 5, 5, вот так, вот что у вас получилось, дальше, опять же, нажимаете Bevel, только теперь делаете 5, 10, можно там более маленькими ходами, будет все это более красиво, далее, ну, давайте, поднимаете просто 10, да, да, после чего делаете Bevel, допустим, теперь делаете минус 5, 10, оп, делаете Bevel, минус 5, 5, там, не знаю, 5, да, нет, или тут 10 было, тут 10 было, минус 10, 5, вот так вот, вот у вас получился на балдашник, и вот так же можно выделить весь, можно прямо вот так вот выделять, оп, только видите, я выделил лишнее, поэтому надо именно аккуратно выделять то, то, что вам нужно, без лишнего, все, выделил, давайте еще низ выделим обязательно, так, 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 вот так вот получилось, выделилась у нас именно вот эта баклажка, да, на балдашник, ну, и так же можно к нему применить смолч, нажимаем авто смолч, смотрим, что получилось, ну, так, да, вот здесь вот можно еще сгладить, получится более красиво, ну, в принципе, уже неплохо, то есть можно именно вот так и оставить, да, нажимаем опять Ctrl, ну, опять перегоняем в полигон, и вот уже у нас что-то начинает с вами вырисовываться, да, давайте, кстати, сделаем трубу на тракторе, я ее буду делать не сверху, а где-нибудь сбоку, ну, так же просто делаем бивол, 100 миллиметров, тут 0, даже можно больше, не 100, а пускай, а если попробуем, нет, 200 будет много, надо, давайте, 160 миллиметров, да, вот, вообще идеально, так, отодвигаем, давайте назад, как-то, ну, пускай где-то труба будет наша здесь, да, можно, кстати, подогнать, опять же, идеально размеры, но я пока не буду этого делать, нажимаем Extrude, ну, давайте, пускай выходит 40, нет, что-то 400 поставил, 40, вот так вот пускай выходит, здесь же, так же можно скруглить, вот так вот, оп, скругляем все это дело, так, если поставить 10 миллиметров, мало, да, давайте поставим 15 миллиметров, ну, вот уже, уже, уже рядом, да, 16 миллиметров, ну, пускай будет вот так, опять же, делаем еще раз Chamfer, если там было 16, ставим где-то, пускай будет 6, ой, не туда, не туда, поделяем, ставим 6, идеально, да, по-моему, так, пойдет нам, ну, это давайте, пускай, сделаем выход, да, бивом, и сделаем, допустим, уберем, ну, не 10, а 5 миллиметров, да, вот так вот, окей, опять же, делаем, допустим, уже не 40, ну, давайте сделаем 20, да, 20, и теперь нам, что нужно сделать, нам нужно опять повернуть эту трубу, нажимаем 20, поворачиваем, нажимаем 20, поворачиваем, нажимаем 20, поворачиваем, и вот так вот, такими способами мы это все моделируем, Ну как тут так допустим Может быть там конечно не 90 градусов Но в принципе нам этого будет достаточно Так опять же нажимаем Extrude То есть можно уже сделать не 20 А допустим 200 Ну или даже 300 Пускай она вот так вот чуть-чуть выступает труба Не высоко Хотя нет, так она у нас весь дым будет лететь в рожу нам Давайте сделаем еще больше Допустим Если сделаем метр Вот по-моему идеально Ну пускай будет вот так стоять эта труба Так вот здесь вот можно сделать Наконечник Знаете какой Такой поинтересней Кстати можно завернуть Чтобы у нас дым шел назад Или вперед, или вбок Ну я сделаю просто вот так вот Нажимаем Не биво, а вот именно вот так вот Минус 5 И нажимаем Extrude Только можно кстати даже минус 1000 сделать Минус 1000 И теперь у нас просто труба как труба С дыркой видите внутри Можно не делать прям 1000 Можно сделать там минус 20 сантиметров И все и будет идеальная такая вот труба Так В принципе я думаю она должна держаться По логике вещей Но можно сделать какое-нибудь соединение, крепление Чтобы она не падала Ну это знаете как делается Просто вот так же выделяете Допустим вот эти два элемента Потом перегоняете Ну делаете connect Не один там два вот так вот Окей Выделяете вот именно нам нужные вот эти элементы Кстати у нас видите съезжает Чуть-чуть мы не 90 градусов все-таки сделали Так а где у меня вторая Это вон у нас сверху Ну где-то там оставляем ее Берем вот эту Перегоняем так же вниз Либо немножко некрасиво Сейчас мы все сделаем Камильфо Как-то так да Вот не выделяется Не, не выделяется Все Ну и как-то делаете там Не знаю крепление Можно просто любое вообще сделать Я сделаю совершенно просто Я сделаю вот так вот 20 Окей И просто утащу его вот так вот Не так Не то выделилось Вот так вот возьму и утащу туда Ну и сам полигон там внутри он нам не нужен Нажимаю DEL и удаляю Вот такая вот у нас штука получилась В этот раз То есть труба Так давайте теперь приступим К изготовлению педалей Педали у нас будут все три одинаковые Поэтому можно сразу выделить три полигона Нажимаем допустим Bevel Так только не так нам Не локально А каждый полигон Да Минус 50 Даже можно больше Там минус Не знаю 70 Попробуем давать Вот вообще идеально Минус 70 Отодвигаем педальки Ну давайте вот так как-то сделаем Так тут у нас будет педаль Так давайте педаль газа отодвинем вот сюда вот Педаль тормоза отодвинем вот сюда вот Потому что чтобы нажимать было удобнее Так что за Видите за этим Неудобно нажимать То есть сцепление Тормоз и газ Так Можно не заморачиваться прям Можно вот так прям взять И вытянуть Допустим смотрите Нажимаете экструд И вот так вот вытягиваете педали Можно как-то заморочиться Сделать чтобы они там Двигались Но это надо именно делать Отдельным объектом Вот так вот делаем Допустим да Ну давайте скруглим вот эти вот Именно концы педалей Так 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 Берем Чемфер Ну вот уже кстати красиво да 6 Ну давайте попробуем Может больше Давайте 12 О вообще красиво Чемфер теперь давайте сделаем 3 Давайте 4 4 Оп Вот такие у нас получились педали Текстуру потом наложим Будет вообще красиво Единственное что наверное Я все таки их сделал Может быть близко И они не будут так Нажиматься как нам надо Но это в принципе просто Пример Так ну давайте ладно Отодвинем да Не очень красиво получилось Сейчас мы эти педальки Отодвинем Чтобы они как-то нажимались Все таки А то получается Они будут упираться в стенку И не будут нажиматься Так нам надо выделить Нам оставшиеся стенки Оп И вот так вот выделяем Так ну давайте Вот так вот беру И отодвигаю назад Вот теперь они точно Должны нажиматься Так Теперь они точно Должны нажиматься Может быть там Не на всю Как бы падать Но все же Так не то выделил Вот так вот Отодвигаем Ну и вот так вот У нас получаются Педали Да Теперь нам нужно Еще сделать пару Рычагов Давайте мы их Изобретем Сделаем Так Бивл Также давайте Минус Минус 70 Наверное много Да Давайте минус 60 Ну вот как то так Да Теперь мы отодвигаем Вот это сюда Пускай где то там Будет рычаг А вот это Давайте куда нибудь Я не знаю Там Тут допустим Будет ручник А это еще Может быть Какой нибудь Там потом Сделаем Управление Навеской Чем нибудь Чего нибудь Такой придумаем В общем Так Ну как то так Вот допустим Да Сдвигаем Так Здесь тоже Сдвигаем Получается Что то Наподобие Квадрата Можно все это Опять же Вымерить Как я вам Показывал На примере Рычага КПП Но я это Просто сделаю Сейчас вот так Вот допустим Да Делаем допустим 300 Много Ну наверное много Да Давайте Хотя нет Давайте оставим Вот так как есть 300 Да Давайте сделаем Ручник с этой стороны Сейчас Так давайте Все таки Поганю поближе К квадрату Потому что Чуть не квадрат Как то может быть Вот так вот Так Так Вот у нас Типа получился Еще рычаг Да 6 Нет Не попал Ну пускай Будет там Где то может быть 8 Ну вот как то так Да Окей Опять же Делаем Чемфер Если там было 8 То где то Где то будет 3 Вот идеальненько Как то делите В основном Сюда на 3 Чтобы что то Такое получилось Так Как нам сделать Из этого всего Ручник Нажимаем Вот так вот Допустим 5 миллиметров Нам нужно Набивал Я нажал Окей Экструд Опять же 5 миллиметров Я сейчас делаю Ручку Для ручника Минус 5 Миллиметров Так Экструд Так ну и Сколько допустим Пускай Сантиметров Сантиметров 10 у нас Ручка Да Так сейчас Ну как то так Вот допустим Да Сантиметров 10 у нас Ручка Именно Рычага Ручника Да Так опять же Бивол Бивол Экструд 5 Бивол Допустим Минус Там так уже не Минус 5 А минус Допустим 7 И здесь Мы делаем Кнопочку Просто так Экструд 5 Все Вот у нас Такая кнопочка Ручника Получилась Даже можно Ее побольше Сделать Допустим Там не знаю Так же 7 миллиметров Да Вот так вот Такая вот Кнопочка Ручника Можно ее тут Сгладить То есть Эти края Все выбрать Вот так вот Взять И сгладить Ребята Эти края Так видите Я что то не то Выбрал Нажимаем Ctrl Z Типа Возвращаем Назад И Дальше Именно Выделяем То что нам нужно Выделяю Я напоминаю Нажатием на клавишу Ctrl Вращаю На клавишу Alt Плюс Зажатый ролик Ну или как Центральная клавиша Мыши Так Чамфер Ну пускай будет Как тот Так Вот такая вот У нас клавиша Получилась На Ручнике Вот это у нас Получается Кпп Ручник Ну а здесь Какой нибудь Там рычаг Навески Или подключение Допустим Переднего моста Там Если вы что то Изобретаете Более Такое Реалистичное Именно Хотите сделать Реальную модель Какую нибудь То там Надо Конечно Делать Все По реальным Чертежам Фотография Ну как У реальной Техники В общем Да Три Ну тут Немножко Квадратника Получилось Но в принципе Не критично Это у нас Обучающее Видео Так Что мы тут Делаем Также делаем Этот набалдажник Делаем Допустим 10 5 Потом Делаем Extrude 5 10 Так 5 А нет Вот так 5 10 5 10 Потом Просто Выдавливаем 10 Опять же Делаем Bevel Так Пустим Минус 5 10 И Extrude Не Не так Опять же Делаем Bevel Только Минус 10 5 Да Так Вот Минус 10 И Здесь Делаем 5 Вот Так Вот После Чего Опять же Можно Все Это Дело Выделить И Сделать Из Этого Ну Как Сделать Сглаживание Или Сейчас Увидите В общем Так Выделяем Все Это Дело Как Мы Делали С Рычагом КПП На Нашем Самодельном Тракторе Вот Так Вот Это Выглядит Да Вот Так Вот Обалдажник Получился Опять же Идем Вот В эти Как Назвать Это Правильно Модификации Так И Выбираем Наше Вот Это Сглаживание Оп И Авто Сглаживание И смотрим Что у нас Получилось Ну Как видите Тоже В принципе Более Менее Сгладилось Да Опять Конверт В полигоны Чтобы Сглаживание Применилось Ну Вот Уже Что-то У нас Начинает Вырисовываться Да Ребят Так Ну Вот Так Вот Продолжаем В общем С вами Работать Так Ну Давайте Какую-то Тут Может быть Рулевую Колонку Изобретем Как ее Изобрести Нам Просто Возьмем Вот так Вот Да Сейчас Покажу 100 Так 0 А Тут Кстати Смотрите Есть Косичок Небольшой Как Избавиться От этого Косичка Да Вот У нас Получилась Такая Вот Хрень Из-за того Что мы тут Загладили Углы Так Скажем Да Так Давайте ОК Тут Нужно В общем Точки Передвинуть То есть Допустим Взять Вот эту Точку Передвинуть Сюда Вот Эту Точку Передвинуть Сюда Ну И теперь Лишнее Просто Взять И удалить То есть Нам Нужно Удалить Вот Это Вот Это И Удалить Точки Вот Так Вот Оп Все Видите Я от Этого Избавился Так Теперь Что мы Делаем Теперь Мы Просто Берем Ну И Делаем Руль Рисуем Руль Допустим Да Делаем Опять же Грубо Говоря 60 Там Не знаю Тоже 60 Хотя Наверное Того Много Да Для Рулевой Колон Я Может И Нормально Так Поднимаем Верх Ну Точнее Как-то Вот Так Делаем Ну Как бы Будет Такая Волевая Колонка У нас Поднимаем Вот так Наверх Давайте Сделаем Вот так Вот Экструд Так Сделаем Вот так Вот И все Здесь Мы Потом Приколхозим Руль Допустим От МТЗ Даже Как-то Можно Сделать Вот так У нас Тут У нас Рычаг Чтобы Руль Так Вот Чуть Чуть Вверх Или Даже Еще Больше Как-то Вот так Сделаем Чтобы Руль Именно Был Так Вверх Вот Тут Он Крутился Вот Можешь Сделать Приборы Давайте Сделаем Прибор Так Вот Так Вот Возьмем Так Экструд Не Не Тут Бивол Минус 100 Много Давайте Минус Там 50 Да Вот То Что У нас Получилось Теперь Что Нам Нужно Сделать Взять Просто И Можно Кстати Вот Так Взять Пазы Туда 341 Взять Вот Так Выделить Вот Так Тоже Выделить Вставить И Все И попасть Прям Идеально В Нужную Высоту Вот 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 Потом Перемещаете Так Как То Сделаем Давайте Повыше Так Вот Сюда Вот Сюда И Это У нас Будет Указатель Уровня Топлива Да Просто Так Как На Все На Все Советской Технике Можно Также Делать По Размерам Но Мы Учимся Я Просто Показываем Основы 3D Макса Так Бивол Так А нет Не Бивол Экструд Идеально 10 Миллиметров После Чего Нам Также Надо Сгладить Потому Что Он Круглый Этот Прибор Уровня Топлива Так Так Вот В общем Чемфер Там Сколько Ну Давайте Попробуем Сделать Давайте Попробуем Сделать 20 Ну Мне Кажется Не Хотя Хотя Кстати Идеально После Чего Делаем Чемфер Если 20 Там Пускай На Три Ну Где-то Пускай Будет 7 Много Да Или Не Нормально В принципе Пускай Так Будет Идем Опять же Выделим Наш Полигон Минус 5 Окей Экструд Ой Не Так Нажал Экструд Минус Допустим 2 Окей Или Минус 5 Чтобы Лучше Смотрел Все Это Будет У нас Указатель Уровня Топлива Ребят Все Так Вот Он Выглядит Можно Здесь Сделать Там Разные Выключатели Рычаги Переключатели Ну То есть Много Чего Можно Еще Сгородить Но Мы Пока Этого Делать С вами Не Будем На Этом Пока Все Увидимся С вами В следующей Серии Смотрите Другие Виде На Моем Канале Всем Удачи Всем Пока Ну И до До новых встреч